Спонсором сегодняшнего видео является iSkySoft. Компания проводит конкурс, в котором любой имеет шанс стать владельцем Apple AirPods. Для участия в розыгрыше необходимо перейти по ссылке в описании к этому видео, ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой с друзьями. Чем больше лайков получит ваш репост, тем больше шансов выиграть сей замечательный приз. Желаю всем удачи! Моё почтение, друзья! Меня зовут Константин, и вы находитесь на канале KM Review. В видеоролике о том, как себя чувствует iPhone 5s в 2018 году, я пообещал, что если видео наберёт 500 лайков, то сделаю сравнение с Galaxy S4. Поскольку на текущий момент количество лайков уже перевалило за 500, то сдерживаю своё обещание, и в этом ролике мы попытаемся выяснить, какой из этих ветеранов заслуживает большего внимания в 2018 году. Итак, поехали! Для начала давайте разберёмся, действительно ли Galaxy S4 является конкурентом iPhone 5s. В комментариях к прошлому видео некоторые из вас написали, что сравнивать iPhone 5s нужно с Galaxy S5. Друзья, так получается, что флагманы Samsung и Apple обычно выходят с разницей в полгода. Например, Galaxy S4 вышел в апреле 2013 года, а iPhone 5s в сентябре, того же 2013 года. А Galaxy S5 появился уже в апреле 2014 года. Поэтому логично, что Galaxy S4 и iPhone 5s – это флагманы 2013 года. И это будет более честное сравнение. Итак, друзья, предлагаю начать с загрузки этих устройств. Напомню, что iPhone 5s работает на двухъядерном процессоре A7 с одним гигабайтом оперативной памяти, а Galaxy S4 на восьмиядерном Exynos 5410 с двумя гигабайтами оперативки. То есть, если забыть о том, что iPhone 5s имеет 64-битный процессор, то в целом по цифрам Galaxy S4 выглядит более интересно. Но поможет ли это ему как-то обогнать iPhone 5s по скорости загрузки, мы пытаемся именно сейчас выяснить. Как видите, друзья, помогло. Galaxy S4 значительно опередил своего конкурента. Следующий тест, который бы я хотел провести – это разблокировка устройства. У iPhone 5s имеется дактилоскопический датчик, а у Galaxy S4 его нет. Поэтому просто визуально сравним скорость разблокировки. Итак, поехали. Примерно одинаково и достаточно быстро происходит разблокировка обоих аппаратов. iPhone 5s изначально работал на системе iOS 7, и это удивительно, что спустя почти 5 лет он до сих пор получает обновление. И на текущий момент работает на последней версии 11.3.1. А вот Galaxy S4, вышедшая на Android 4.2.2, получал обновление лишь до версии 5.0.1 – Lollipop. После чего его поддержка со стороны Samsung прекратилась. Конечно же, с каждым последующим обновлением iPhone 5s работает медленнее, и батарея держит хуже. Но то, что производитель так долго продолжает выпускать обновление для достаточно старого устройства, очень похвально. В общем, обновление – это хорошо. Но давайте посмотрим, насколько бодри оба этих старичка в повседневной работе. Для этого запустим одновременно приложение и проверим, кто быстрее справится с этой работой. И начнем с калькулятора. Здесь iPhone 5s оказался первым. Далее запустим календарь. Здесь, на мой взгляд, оба устройства примерно одинаково справились с задачей. Теперь откроем часы. Здесь также я не вижу явного лидера. Теперь предлагаю запустить игру Temple Run 2. Возможно, тут что-то у нас изменится. Возможно, тут что-то у нас изменится. Оказывается, в лидерах. Ну, реально, на долю секунды. Поэтому, можно сказать, что примерно они одинаково открывают игры. Вывод тут напрашивается один. И Galaxy S4 и iPhone 5s работают, ну, примерно одинаково. Вот что значит, друзья, одногодки. Теперь предлагаю проверить, как обстоят дела с интернетом. Фирменный браузер Samsung против Safari. И на обоих устройствах запустим страничку Яндекс.ру. iPhone немножко, но впереди всё-таки оказался. Но, в целом, опять же, здесь результаты сопоставимы. Для чистоты эксперимента запустим вкладку «Погода». А вот здесь Samsung оказался немного быстрее. А что, если то же самое проделось с помощью браузера Chrome? Давайте посмотрим. Итак, поехали. Немножко iPhone перейдил, но, в целом, здесь, опять же, показатели примерно равны. Затрону больную тему для обоих смартфонов. Это автономность. У Galaxy S4 она не блещет, но, тем не менее, он работает дольше, чем у iPhone 5s, процентов так на 25. К тому же, у Samsung есть козырь в виде съёмной батареи, чем не может похвастаться тот же самый iPhone. То есть, даже если вам не будет хватать заряда, вы всегда можете докупить новый аккумулятор и заменить его менее чем за одну минуту. Да и по всем остальным параметрам Galaxy S4 опережает своего оппонента. У него есть разъём под карту памяти, есть инфракрасный порт, индикатор уведомления, куча всевозможных датчиков, у него больше экран и лучшее разрешение. Из всего вышесказанного, безусловно, Galaxy S4 при прочих равных условиях является более предпочтительным смартфоном в 2018 году, чем iPhone 5s. Но при всём этом, iPhone 5s имеет лучший дизайн, металлический корпус, а для тех, кто предпочитает компактность, это был один из самых лучших вариантов. Также iPhone 5s войдёт в историю как первый смартфон с 64-битным процессором. И несмотря на то, что не Apple придумала дактилоскопический датчик, тем не менее, его реализация в iPhone 5s стала лучшей из всего, что другие производители создавали ранее. На этом всё. Кому понравилось видео, не забывайте ставить пальцы вверх, только так я смогу понять, что оно вам действительно понравилось. Будьте счастливы, друзья, и не забывайте, всё самое интересное ещё впереди. Всего доброго. До новых встреч.